Ивановский театр «Кукол» открывает сезон. 8 сентября маленькие зрители и их родители ждут на спектакль «Терешечка». Это русская народная сказка для детей от 4 лет. Автор инсценировки и режиссер – заслуженная артистка России Елена Иванова. В театре говорят, этот сезон настолько насыщен событиями, что расписан не только каждый день, но и буквально каждый час. Во-первых, у нас обменные гастроли с Томским театром «Кукол». Это план «Большие гастроли». Такая программа существует в России. До Нового года мы должны сделать 4 новых спектакля. Это просто не выходя из театра, будем здесь жить и делать новые спектакли. Мне очень радостно, что очень давно не было у нас на постановке заслуженного деятеля искусств России Николая Юрьевича Боровкова, режиссера очень известного на всю страну и за ее пределами, из Санкт-Петербурга. И, наконец, он согласился и поставит у нас теремок. Одну из премьер-сказку «Не ежик» зрители увидят в ноябре. Можно сказать, что это семейный проект артистов Владимира Кузнецова, Натальи Громовой и их дочери Светланы, художника по образованию. Свою сказку они назвали «Теплой», потому что и декорации, и куклы сделают из шерсти. Можно сказать, что сам спектакль родился из хобби. Дело новое, такое, ну, волнительное очень. Но мне кажется, что все получится, потому что вот уже вот на этом этапе уже все очень нравится, уже все это напоминает такой настоящий лес, звери такие вот теплые. Ну, их всех хочется обнять, хочется жить в этом домике. Отпускать это не хочется. Я это очень люблю. По скромным подсчетам для оформления постановки потребуется 6 килограммов шерсти, 10 кусков мыла и более километра ниток для гобеленов, в которых использованы натуральные льняные материалы. Сказка получится музыкальной. Для нее написано 10 детских песен. Пьесу «Не ежик» написала современный драматург Анна Богачева, и эта пьеса сразу так полюбилась многим театрам, ее очень много где ставили, и вот мы тоже решили попробовать. Она хороша тем, что там поднимается очень такая важная проблема. Герой пытается примерить на себя разные образы, чтобы его полюбили окружающие, но в результате приходит к выводу, что не надо ничего придумывать, и очень важно оставаться самим собой. Богат сезон и на юбилеи. 65 лет исполнилось заслуженному артисту России Борису Новикову. 9 сентября состоится чествование юбиляра. Зарителям покажут спектакль в детский альбом Чайковского. Это спектакль, один из моих любимейших спектаклей. Он очень интересный, музыкальный. Мы с ним объездили уже не один фестиваль, и вот в сентябре месяце мы повезем его на фестиваль в Белгород. Вот поэтому я всех приглашаю, пока мы не уехали в Белгород, кто не видел этот спектакль, чтобы они могли посмотреть. Обаяние Бориса Новикова, тонкое чувство юмора и неизменный артистический талант не оставляют равнодушными коллег и поклонников его творчества. На вопрос, почему пришел в театр, актер отвечает коротко. Потому что я люблю театр. А когда я пришел работать в Ивановский театр кукол, я полюбил именно театр кукол. И, видимо, неспроста эти 45 лет я работаю в одном единственном, самом лучшем Ивановском театре кукол. 2019 год в стране объявлен годом театра. Запланировано огромное количество встреч со зрителями. Это мастер-классы, творческие встречи с артистами и, конечно же, спектакли.